По окончании богослужения в Успенском соборе Московского Кремля представитель Русской Церкви возглавил крестный ход по случаю 1031 годовщины крещения Руси и прошел к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, который находится на Боровицкой площади. У монумента был совершен молебен. Участники богослужения вышли на соборную площадь Кремля, куда также прибыли делегации Московского духовенства и хоргвеносцы. Во главе со святейшим патриархом молитвенное шествие с частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира отправилось через Боровицкие ворота Кремля к памятнику крестителя Руси. Памятник духовному основателю российского государства, собирателю русских земель, крестителю Руси, благодарными потомками был установлен в центре Москвы в 2016 году. В праздничный день на Боровицком холме собрались москвичи и гости столицы, чтобы совершить молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру. В богослужении участвовали архиереи, сослужившие его святейшеству за литургией, и клирики московских приходов. Патриарх произнес молитву выдающемуся предку, воину и христианскому святому. В первосвятительском слове предстоятель напомнил. Вера в истинного Бога преобразила князя Владимира. Глубоко и полностью он стал кротким, миролюбивым и милостивым. Выбор князя преобразил не только его, но и всю страну. Это поразительное преображение целого народа. Возникновение новой православной восточнославянской цивилизации. Это удивительное свидетельство действия благодати Божией в истории. Принятие христианства князем Владимиром духовно объединило славянские народы. В слове к пришедшим на богослужение, патриарх Кирилл предостерег россиян от ложных идей. Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью. То есть без осознания того, кто он такой. Где его место, где он свой, а где он чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, когда пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями. Когда их подлинная идентичность подмедняется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными. Последствия ошибочного выбора подчеркнул патриарх, печальный и для личности, и для всего общества, и для государства. Предстоятель русской церкви призвал помнить о святом Владимире, как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей жизнь здесь и сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...